В стране стартовал весенний призыв 2017. Военные комиссариаты планируют призвать 142 тысячи новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет. В этом году призывников ожидает целый ряд нововведений. О том, как проходит призыв в Айхале, расскажут мои коллеги из Алмазного края. Мы вас поздравляем, вы годны. У вас будет отсрочка до 1 октября 2017 года. Здоровье айхальских призывников за последние годы стало лучше. Это подтвердили врачи призывной комиссии, которая на этой неделе работала в поселке. Нынешней весной в Айхале свою готовность к службе в армии проверят около 80 человек. Значительно увеличилось количество здоровых ребят, которые по категории А. Также увеличилось количество по категории Б3, это с незначительными ограничениями. И значительно уменьшилось количество юношей, ограниченно годных к военной службе. Более здоровое поколение, ребята больше стали заниматься спортом, посещать бассейн плавательный. Ну и также, что проводится работа, я так думаю, подростковая служба, проводятся медосмотры. Специалисты военкомата и врачи не только внимательно изучали документы и давали свое заключение о состоянии здоровья молодых людей, но и беседовали с юношами, ведь не менее важна и психологическая готовность будущих защитников к службе в армии. Я считаю, что в армии служить очень престижно и выгодно в той ситуации, которая сейчас происходит в стране, во время войн и разногласия между странами. По мнению специалистов военкомата, отношения ребят к армии во многом формируют патриотическое воспитание и начальная военная подготовка в школах. Дополнительный стимул – характеристика со службы в портфолио для поступления в ВУЗ. Патриотизм у молодых людей сейчас у нас на достаточно высоком уровне. Тем более, что Министерство обороны вводит дополнительные меры поддержки солдатов-срочников. Если парень хорошо проходит службу в армии, ему выдают рекомендацию на поступление в любой ВУЗ страны. По мнению членов комиссии, призыв проходит в обычном режиме. Направить на службу планируется порядка 20 юношей. Светлана Угрюмова, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».